Итак, сегодня состоялось заседание законодательного собрания в режиме ВКС. О главных и самых значимых итогах мы поговорим сегодня в прямом эфире с депутатом ЗАГС Собрания Иваном Алтуховым. Добрый вечер. Добрый вечер. Итак, начнем с главного. Закон об инициативном бюджетировании наконец-то принят. Давайте поясним нашим телезрителям, что это такое. Это очень хороший и нужный закон, который мы уже достаточно давно обсуждали. Ведь дело в том, что с 1 января этого года вступил в силу федеральный закон об инициативном бюджетировании. И о чем он? Ну, во-первых, в ряде регионов этот закон уже действует давно и он очень хорошо себя зарекомендовал. А суть его заключается в том, чтобы дать возможность жителям на местах определять, что надо сделать в первую очередь у себя в городе, в поселке, на вашей улице. И не просто написать жалобу, но действенно организовывать либо строительство, либо ремонт, либо возведение детской площадки. То есть та проблема, которая реально волнует людей. И есть несколько вариантов решения по этому закону. То есть может создаться инициативная группа жителей, обратиться в муниципальный орган власти с предложением. В муниципалитете должна быть создана конкурсная комиссия по рассмотрению этого вопроса. И уже потом выделяются либо деньги из муниципального бюджета на реализацию этого вопроса. Но если денег не хватает, тогда муниципалитет может этот вопрос передавать на конкурсную комиссию в области. И уже эта проблема будет финансирована из областного бюджета и может из местного бюджета. И еще плюс в качестве инвесторов этого проекта вопроса могут участвовать жители и предприятия данного муниципального образования. То есть народные деньги, народная инициатива и народный контроль. То есть это действенное участие народа в системе власти. То есть такой лозунг «Власть народу в жизни». То есть когда люди будут сами на местах определять, как распорядиться местным бюджетом и какие вопросы решать в первую очередь. То есть это и дороги, и благоустройство, и ремонт социальных объектов, и детские площадки, и может быть и канализация, и водопровод, и газификация наших поселков. Это самый широкий спектр местных вопросов. И я думаю, что это и послужит активизацией не просто жителей на местах, а системы территориального общественного самоуправления. Тех же старост, те же уличные комитеты, те же комитеты территориального общественного самоуправления в наших городах. То есть они получают дополнительный стимул, дополнительный рычаг и возможность реально помогать людям и решать вопросы в системе общественно-государственного партнерства. То есть я думаю, что у людей больше будет возможность работать над решением местных проблем, помогать самих себе, а не терять время на каких-то митингах. А на митинге это уже освоенный инструмент на местах 50 на 50? Это, кстати, очень хороший опыт, но это положение действовало как постановление губернатора. А сейчас это уже действует федеральный и будет действовать региональный областной закон, то есть статус выше. И одно другому не противоречит. Естественно, еще пока система финансирования будет уточняться, и мы будем делать все, чтобы найти дополнительные ресурсы на финансирование этого закона. Потому что 50 на 50 очень хорошая программа, очень отлично себя зарекомендовала. И действительно и инициативные группы жителей, и сердце-старосты с инициативами и органы местного самоуправления, и через депутатов на региональный уровень выходит. Но этот закон более четко закрепляет полномочия и расширяет возможности для наших жителей. И мы будем искать дополнительные деньги. Одно другому не противоречит, безусловно. А как жители узнают о том, что есть такой закон? Каков алгоритм, какой порядок получения этих дополнительных средств? Как будет проводиться эта разъяснительная информационная работа? Я думаю, что это будет размещено и в средствах массовой информации, и в периодической печати. И на телевидении мы об этом будем еще много говорить. Ну и в интернет-ресурсах, и на сайтах местных администрациях эта информация будет размещена. И более того, я вам скажу, когда конкурсные комиссии на местах и региональные тоже будут собирать конкурсные проекты от жителей, то, естественно, они все будут публиковаться. То есть люди будут знать, значит, там норма, вот такой у нас закон. И здесь вот указано, что, так сказать, инициативная группа жителей подает свою инициативу, должным образом оформленную, так сказать, в муниципалитет, так сказать, на конкурсную комиссию. Конкурсная комиссия в течение трех дней, так сказать, принимает, рассматривает этот вопрос, размещает на сайте администрации. Если у сельской администрации такой возможности нет, то это будет размещено на сайте районной администрации, то есть местного самоуправления, вот так сказать. И уже далее будет, ну, уже вот проходить сам конкурс, ну, рассмотрение, по сути, вот этих предложений. И через определенное время комиссия должна дать или мотивированный отказ, или, так сказать, дать решение, вот, так сказать, ну, о том, что этот проект будет финансироваться и будет работать. То есть там три варианта. Либо мотивировано отказать, либо принять положительные решения и, так сказать, реализовывать этот проект средствами муниципалитета, либо направить на областную конкурсную комиссию, если местных денег здесь не хватает. То есть вы понимаете, что для муниципалитета расширяются и финансовые возможности. Можно привлекать будет и областные деньги, и, так сказать, и частные ресурсы. А частные ресурсы, я подчеркну, не только вот какое-то софинансирование в виде денежных вливаний, как в положении 50 на 50, но это может быть и трудовое участие жителей, это могут быть и местные предприятия, так сказать, техникой, какими-то там стройматериалами, то есть любым ресурсам, которые нужны для реализации этого проекта. То есть, скажем, строительство дороги, кто-то песок, кто-то агрейдер, кто-то щебенку, есть меру по метке, можно что-то полезное для людей сделать. Итак, в нашем регионе только начинает действовать эта практика. Вы сказали, что есть регионы, в которых уже до принятия федерального проекта, уже это осваивалось, уже это внедряется. Каков опыт? Опыт очень хороший. Ну, например, Пермь, там, сейчас вот не назову фамилию, там есть депутат Государственной Думы, который непосредственно занимается вот этим проектом, и там очень много обращений, очень много сделано добрых дел, и очень положительные отзывы от людей. И там активизировалась вот именно общественная работа на местах. Именно вот это вот общественно-государственное партнерство, обратная связь власти с людьми, и в то же время и общественный контроль. То есть, люди предлагают, люди участвуют, и люди контролируют, чтобы этот проект был выполнен на совесть. Поэтому, так сказать, есть вот и в других регионах тоже очень положительный опыт. И люди, когда понимают, что это не профанация, это реально работает, и это нацелено на помощь самым простым людям у нас на местах, то очень активно участвуют. То есть, вот в виде этот положительный результат. И я считаю, что можно к депутатам к нам обратиться, так сказать, вот ко мне я с удовольствием работаю с людьми. И если есть у кого-то вот такие задумки, можете вот ко мне обратиться, и мы с удовольствием вместе сформируем инициативную группу, и вместе будем обращаться и в муниципалитеты, и на региональный уровень, чтобы выделить нужное финансирование, и сделать доброе дело. Иван, давайте еще раз обозначим, какие могут быть направления вот этих инициатив. На что? Потому что можно попросить деньги. Самые разные. Это и там ремонт, и капитальный, ремонт, так сказать, там школы, клуба, так сказать, там памятника нашим героям, так сказать, ремонт дороги, канализация, газификация. То есть, все то, что касается нашей местной жизни. Благоустройство, там озеленение, так сказать, там создание парка, сквера, так сказать, там вырыть, там, если надо, колодец. То есть, вот очень широкий круг местных вопросов. То есть, вот, так сказать, наша жизнь непосредственно, вот, все же зависит от кого? От нас, от нашей активности и от нашего активного участия. Поэтому, вот, будем рады как-то помогать людям и вместе работать. Ну что ж, будем надеяться, да, что инициатива... Будем не надеяться, а работать будем вместе. Хорошо. Итак, сегодня приняли закон о дополнительно снижающей налоговую нагрузку для организаций, индивидуальных предпринимателей, работающих по патенту или по упрощенной системе налогообложения. Итак, какие изменения будут в связи с этим законом? Ну, я вам скажу то, что этот закон, он очень своевременный, и в ситуации с пандемией, то есть, когда и резко снизились доходы, так сказать, и предприятий, организации, да, и частных предпринимателей, и снизились зарплаты у наших жителей, к сожалению, вот, так сказать, это хоть какая-то мера поддержки малого бизнеса и наших предприятий. То есть, я надеюсь, что это хоть как-то поддержит. И мы сейчас думаем, чтобы вот эти меры поддержки еще как-то расширить, но хотелось бы и получить также обратную связь от наших жителей, от предпринимателей, от руководителей вот этих предприятий. То есть, чем можно вам помочь, чтобы вы как-то выжили, чтобы вы развивались, чтобы вы работали, чтобы сохраняли рабочие места и делали полезные дела для нашей экономики. То есть, готовы работать дальше. Итак, важная очень тема, которую мы тоже не раз поднимаем в наших эфирах, это, конечно, обращение с бездомными животными. Давно уже назревает тема муниципальных приютов, у нас их нет, на чьи это плечи должно лечь, кто должен быть ответственным, глава, то есть, областные власти, либо все-таки нужно спускать на места. Из истории вопроса, да, пока это было, ну, к прерогативе муниципалитетов. Сегодня решили вернуться к другой схеме. Почему? Ну вот вы видите, что вот сложилась такая ситуация, очень интересная, когда все же региональный бюджет делает вид, что как будто платит деньги на реализацию этих программ, а муниципалитеты делают вид, что хоть как-то справляются. То есть, вот сложилась ситуация хронического недофинансирования вот выполнения этих задач по отлову и содержанию безнадзорных животных, по содержанию питомников. Ну вот вы посмотрите, все же вот если так вот серьезно обследовать каждый питомник, то он, ну, не содержит, так сказать, ну, не соответствует тем нормам, которые сейчас предъявляются. Потому что все же, вот вышло и новое федеральное законодательство, которое повысило ответственность человека из-за содержания, из-за отлов животных. Эту систему все же гуманизировали, все же, так сказать, это же ведь показатель человечности общества, как мы относимся к животным. То есть, естественно, что мы должны и лечить, мы должны и чипировать, мы должны и подыскивать новых хозяев. И если, так сказать, там уж животные агрессивные и какие-то, так сказать, там скапливаются стаи, которые представляют угрозу жизни и здоровью наших жителей, то и решать этот вопрос тоже надо гуманно. А на это нужны денежки. Денег из областного бюджета муниципалитетам, ну, какие-то там перечислялись копейки, явно их не хватало на нормальную цивилизованную работу. И муниципалитеты все равно выполняли свои задачи. Ну, вот вы посмотрите, вот все же в прошлом году, вот сколько было несчастных случаев во Владимире, на улице Добросельской, вот на выезде в сторону Боголюбы, там, где вот этот пруд, там вот гаражи, вот эти вот дети места, так сказать, и там были реальные нападения на жителей, так сказать, там были несчастные случаи. А все это в результате того, что у муниципалитета нет достаточного финансирования, просто реальные возможности работы. Поэтому к нам обращались и главы муниципалитетов, и очень достаточно компетентно выступил Рычков Евгений, Евгений, еще это мэр города Суздаля, и председатель Ассоциации местного самоуправления города Владимирской области. о том, что, так сказать, все муниципальные образования, так сказать, ну, потребовали снятия с них этих полномочий и передачи на областной уровень, а точнее департаменту ветеринарии. Потому что там есть специалисты, мы добавим финансирование, и есть такое мнение, что целесообразно создавать областные питомники и центры по отлову и содержанию животных, но такого межмуниципального уровня, то есть на несколько муниципальных образований вот один такой центр. Но он должен быть хорошо оснащен, хорошо профинансирован, там должны быть должные отношения к животным, ну, я думаю, что наши и зоозащитники, и просто неравнодушные жители как-то и поучаствуют в этом вопросе, и организуют общественный контроль, потому что, безусловно, без участия простых людей мы этот вопрос не решим. то есть я надеюсь, что будут находиться и люди, которые будут заниматься и тем, чтобы найти этим бедным животным новых добрых хозяев и найдутся люди, которые будут брать к себе домой, но этим надо заниматься и заниматься серьезно, и на все это нужно денежки. Ну, вот на сегодняшний момент, да, есть ли на это деньги в бюджете области и каким образом будет дальше строиться работа в этом направлении? То есть деньги будем искать еще дополнительно вот к тому финансированию, которое уже есть, этим займется профильный департамент, вот, и вот сейчас будем работать над тем, чтобы совместно с исполнительными органами власти и, так сказать, региональными и, я думаю, нам и муниципалитеты помогут, чтобы создавать вот на межмуниципальном уровне вот такие вот центры по содержанию и отлову безнадзорных животных, чтобы в итоге у нас на улице не бегало ни одной бездомной ни собачки, ни кошки. И тогда будет порядок, ну, надо вот найти деньги и, так сказать, над этим вопросом работать. То есть мы еще не закончили, я призываю жителей как-то поддержать и поучаствовать и подконтролировать. Общественный контроль нужен в этом вопросе. Мы только начали как раз продуктивно сегодня. Итак, на сегодняшнем заседании много внимания уделяли обсуждению депутатских запросов в адрес губернатора. Какие проблемы поставили перед главой области? Поясните, пожалуйста. У нас вот ряд моих коллег депутатов через постановление законодательного собрания обращались к губернатору с депутатскими запросами. Я хочу просто пояснить, что такое депутатские запросы это не прихоть Иван Павлович Алтухова или другого депутата. Это к нам обращаются жители со своими проблемами, со своей болью. Порой это массовые обращения жителей целого города или целого района с какой-то проблемой. если мы совместно с муниципалитетом это не можем решить, только тогда мы этот вопрос уже выносим через постановление законодательного собрания на нашего уважаемого губернатора. И вот например уважаемый депутат Бирюков Сергей Евгеньевич вместе с уважаемым депутатом Марининым вынесли депутатский запрос о капитальном ремонте инфекционного корпуса Кольчунинской районной больницы. То есть о том, что его надо капитально отремонтировать, найти денежки и сделать это как можно быстрее. А поскольку это все же инфекционный корпус в нашей ситуации с нехваткой коечных мест, с массовым заболеванием ковидом это просто жизненно необходимо. И на что губернатор это как Урайтина в юморесте было у нас шпулик нет, пишите, что высылаем вам пипетки. Помните, Урайтина был такой. Сипянин почему-то ответил, что перепрофилировать данные заведения в ковидный госпиталь не представляется возможным. Так там вопрос совсем о другом был. И вы понимаете, как это возмущает и депутатов, и жителей. То есть, видимо, то ли наш губернатор сам не изучал этот вопрос, видимо, это кто-то эту заготовочку подложил, а он не глядя подписал. Создается такое впечатление, но это же возмутительно. И мы требуем, что к нашим запросам губернатор относился со всей серьезностью, потому что наши избиратели это избиратели, губернатор, это все наши жители области. То есть, мы все вместе обязаны заботиться о наших людях и решать эти насущные вопросы. Второй депутатский запрос, а точнее отчет о нем был у Кавенова Романа Валерьевича. По его инициативе строится дорожная развязка в Вязниках. Там получен положительный ответ, но то здесь много всяких шероховатостей, скажем так. И вот уважаемый депутат Александр Нефедов тоже инициировал депутатский запрос и мы получили ответ, но у нас не удовлетворил. Это по северному обходу в Александрове. То есть, там тоже такая серьезная трасса идет и мы разгрузили город от транзитного транспорта. То есть, это для целого района, а не только для города это очень острые проблемы. Я понимаю, сейчас у области может быть денег и нет, но это не значит, что мы должны этот вопрос как-то игнорировать. То есть, потихоньку, постепенно, шаг за шагом мы должны решать, и я там считаю, что даже губернатор мог бы обратиться в федеральный центр с поиском финансирования, с поиском денег, потому что это требует жизнь, это требует наши жители. То есть, губернатор должен очень серьезно относиться к выполнению депутатских запросов, а уж тем более к тому, чтобы дать аргументированно и грамотно ответ, чтобы его не стыдно было показать избирателям, а мы пока получаем какие-то непонятные отписки. Вот такой разговор был на заседании законодательных собраний по этому вопросу. Это было больше размышления между депутатами ЗАГС собраний или все-таки какие-то инициативы были направлены в администрацию? Во-первых, по депутатским запросам было принято решение, что признать неудовлетворительным ответ губернатора. И я предложил, мои коллеги депутаты сейчас будут обсуждать, что по некоторым вопросам могут быть какие-то общественные слушания организовывать, чтобы придать дополнительный статус и нам информировать жителей, как решаются самые насущные проблемы. Понимаете? С участием этих жителей. Если общественные слушания, мы пригласим инициативную группу обязательно. Ну что ж, вернемся после блока коммерческой информации. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Возвращаемся в студию. Вопрос телезрителя поступил к нам во время рекламы. Александр спрашивает вас, Иван, как вы считаете, правомерный ли призыв несовершеннолетних в интернете к участию в митингах? Можно ли как-то повлиять на эту ситуацию и уберечь детей, потому что подобные собрания считают опасными для психики и здоровья несовершеннолетних? Участие детей в незаконных массовых акциях это просто наглая провокация. И я просто хочу сказать о позиции нашей партии и фракции АКПСС по этому вопросу. Мы, как настоящие коммунисты, возмущены тем, что наймиты Запада, используя все механизмы гибридной войны, используют для достижения своих корыстных целей детей. То есть, как фашисты в войну тоже использовали детей, женщин и стариков как живой щит. к сожалению, все же отличительная черта этих митингов все же вот так, что люди когда расходятся после них по домам, так и не понимают за что же они там боролись, за какие цели и за кого. западные кукловоды просто используют как пешек, как марионетки наших детей, нашу молодежь. Участие детей и молодежи просто недопустимо. Но я хочу сказать, что есть и провокаторы среди взрослых, то есть, кто это организовывал, кто размещал эти призывы в интернете, что вот пользуясь трудностями с пандемией, с экономическим кризисом, с тем, что реально упали доходы наших жителей, падает жизненный уровень, то есть, мы переживаем все очень тяжелое время. Но ведь и в войну тоже мы переживали очень тяжкие времена, но это ведь не значит, что надо было переходить на сторону врага, у нас есть родина, у нас есть наши традиционные ценности, у нас заниматься этим предательством это просто подло и недопустимо. я крайне коммунист возмущен, что КПРФ, верхушка во Владимирской области и депутаты этой фракции в законодательном собрании, в общем-то, содействовали привлечению может быть не напрямую, может быть косвенно, их помощники были напрямую организаторами и активными участниками вот этих незаконных массовых акций, их даже задержали, некоторых посадили в изолятор временного содержания, и вот некоторые областные депутаты от КПРФ, вот я их уже не могу назвать коммунистами, это лжекоммунисты, которые работают на западных провокаторов, которые так вот используют наших детей, то есть они готовы идти на любые провокации, на любые риски, наши дети для них пешки, лишь бы только бороться за кусок власти, пользуясь нашими трудностями. Группа этих депутатов псевдокоммунистов, их только так вот могу назвать, являлись к руководству изолятора временного содержания и требовали их туда допустить. Их, конечно, туда не пустили, в результате чего был крик, виск о нарушении каких-то прав, о том, что ущемлены полномочий депутатов, но это совсем не так. Без отлагательным приемом мы, областные депутаты, пользуемся в органах местной и областной государственной власти. А, так сказать, правоохранительные органы и, так сказать, система УФСИН это государственная власть. И депутат имеет право там быть, но если он делидирован решением, то есть постановлением законодательного собрания. Если депутат не делидирован, а идет сам по себе, то он превышает свои полномочия. Понимаете, это четко написано в законе. И вот группа вот этих депутатов возмущается, но они не обращались в законодательное собрание с просьбой их делидировать. Понимаете? Идет какая-то подмена понятий. И что я хочу еще сказать, что КПСС выступает против незаконных массовых митингов, массовых мероприятий, незаконных, на которых может быть причинен ущерб здоровью и психите нашим детям. То есть это подло использовать несовершеннолетних. Но мы тоже видим много и несправедливости в системе власти, и мы видим, что идет недостаточная борьба с коррупцией. Мы видим, как тяжело живется простым людям, как растет безработица. И мы с этим боремся, но мы с этим боремся законными, честными методами, то есть не выставляя впереди себя детей. Мы участвуем на выборах и призываем всех небезразличных людей тоже приходить на выборы и не просто голосовать за того или иного кандидата, выбирать власть, но мы и с удовольствием организовываем народный призыв, общаемся с простыми людьми, выявляем активистов и выдвигаем этих людей на выборы. И у нас шесть человек по области стали депутатами сельских поселений. Это самые простые люди, которые изъявили желание, разделяют наши цели, задачи и взгляды. Сейчас мы с ними работаем в сельских поселениях. Более того, мы формируем избирательные комиссии, направляем наших представителей на самый низовой уровень и на уровень территориальных комиссий. Я призываю всех людей обращаться к нам. Мы рады активности, мы рады небезразличным людям и готовы всегда поддерживать. И очень важно я хочу подчеркнуть, что есть такая народная мудрость. Учись доброму, дурное на ум не пойдет. потому как с детьми и с подростками должна быть выстроена четкая, последовательная массовая работа. Мы давно предлагаем создать в области центр патриотического воспитания. Насколько помню, мы уже на эту тему в этой студии уже беседовали. мы проводили такой большой круглый стол, было много предложений, отозвалось много организаций общественных, много клубов по месту жительства, что этот центр нужен, чтобы вовлечь в систему патриотического воспитания, вовлечь в эту интересную работу и военно-патриотического, и краеведения, и спортивного, и изучения истории нашей культуры и наших традиций. Много есть желающих, но, к сожалению, наша власть и на областном уровне тоже достаточно пассивно в этом направлении работает. Я вижу очень пассивную работу и структуру по делам молодежи. То есть за последнее время комитет практически есть какой-то, а не о делах, не конкретной работы с детьми и подростками не видно. То есть это должно быть не точечно и формально официоз. Это должна быть живая, массовая и последовательная интересная для детей и подростков работа. И мы готовы это взять на себя. У нас есть видение, у нас есть программа, у нас есть и кадры. То есть работа с детьми и лучший советский опыт. такой пионерия, комсомол был, то есть были социальные лифты. Каждый ребенок, каждый подросток не должен чувствовать себя ненужным и брошенным. Он должен быть полезным, он должен быть востребованным, он должен участвовать в больших проектах и приносить пользу своему городу и нашей родине. Вот только тогда у детей и подростков не будет желания и время быть пешками в чужой и враждебной нам игре. вы понимаете, что эти навальнисты это проводники идеи Запада. Еще Дитлер хотел из нашей страны что сделать? Сырьевой придаток и человеческий ресурс рабов. То есть у нас забирать все ресурсы и чтобы наши люди были рабами. Эту же цель выполняют вот эти вот навальнисты. То есть их цель неблагополучие, их цель не помочь нам, неблагосостояние нам, вы по Украине это все должны видеть. Их цель нас поработить и ограбить. Это надо четко понимать и наших детей надо от этого позора защищать. Точно так же и с взрослыми надо построить на то и принят закон об инициативном бюджетировании. Четкую систему обратной связи общества и власти. То есть власть должна понимать, что хотят люди, помогать им, защищать их. Вот та же система территориального общественного самоуправления. Уличкомы, домкомы, то есть председатель, кто-то не должен быть чиновником, он должен быть народным представителем от своего микрорайона в органах власти. Точно так же и старосты, и вся система территориального общественного самоуправления должна быть четко выстроена в нашей области, в других субъектах федерации и поддерживаться на всех уровнях, в том числе и финансово, и законодательно. И тогда люди вместе с властью будут решать местные проблемы, и никто не захочет бегать по этим пустым митингам и терять время, когда есть у нас над чем работать и, так сказать, что полезного делать. Иван, давайте как раз к местной проблеме перейдем. Позвонил наш телезритель Виталий Артемьевич, ему уже далеко за 80, инвалид второй группы, у него есть категория дети войны. И он говорит о том, что коэффициент на воду в связи с тем, что он дети войны сейчас отменен. Он обратился в Водоканал, ему сказали, что у вас должны быть счетчики и должен быть погашен долг за капремонт. Ну вот долг за капремонт он погасил, а вот счетчики поменять у него такой возможности нет. То есть просто... Да. А вот что ему делать в этой ситуации? Посоветуйте. Вы мне передадите его телефон, я вам обязательно перезвоню, мы разберемся во всех подробностях вашей ситуации. Если надо, я напишу соответствующий запрос на или на ЖЭЛу, или на руководство город, и в общем будем решать, будем вам помогать. Сказать, этот вопрос без внимания естественно оставлять нельзя. То есть я вам перезвоню в самое ближайшее время телефон передайте, пожалуйста. Виталий Артемьевич, если вы не оставили телефон нашей редакции, пожалуйста, еще раз сейчас перезвоните, оставьте свои контакты, Иван обещал, что нужно помочь. Да мы с вами встретимся, я веду регулярные предприятия. Кстати, дети войны это камень преткновения многих уже лет. В этом году какие-то будут подвижки, изменения? Как вы знаете, что мы совсем недавно приняли закон о детях войны, во время принятия было очень много споров, ведь вначале только думали принять рамочный, а уже потом только в результате споров, встреч с жителями приняли решение, чтобы наполнить его реальными льготами. Это и 25% за услуги ЖКХ появляется, льгота у детей войны, это и внеочередной прием медицинских и социальных учреждений, это бесплатные юридические консультации и ежегодные единовременные выплаты на День Победы. К сожалению, было только тысяча, одна тысяча рублей. Этого, естественно, недостаточно. В этом году она тоже будет? Или это было только к юбилею? В этом году тоже будет единовременная денежная выплата. Только вопрос, если удастся еще найти денежки, то, может быть, она должна быть побольше. Я вот сейчас вам затрудняюсь на этот вопрос что-либо обещать. Но все, что зависит от нас, мы будем добиваться и дальнейшего увеличения льгот. И, например, моя личная позиция и позиция КПСС, что, во-первых, должен быть принят федеральный закон с достаточно серьезным федеральным финансированием и категории детей войны должны, так сказать, кроме этих льгот, и получить льготы на, так сказать, бесплатный проезд в городском и пригородном транспорте, то есть, в том числе и в железнодорожном, вот, как это норма действует для жителей Москвы. Вот, так сказать, и я глубоко убежден, что детям войны надо найти деньги на ежемесячные денежные выплаты. И не по 300 рублей, как кто-то предлагал, а, так сказать, это, ну, довольно ощутимая добавка к пенсии, так сказать, там, ну, хотя бы, там, 5 тысяч, да, но надо искать деньги и надо постоянно надоедать нашим федеральным коллегам и в Государственной Думе, что мы и будем делать. И сейчас вот начнутся выборы, и мы им поставим важные условия, будем поддерживать тех, кто будет реально помогать людям, и в том числе по этому вопросу. Итак, сегодня мы подводили важные итоги заседания Законодательного собрания вместе с депутатом Иваном Алтуховым. Спасибо огромное. До новых встреч, до новых проектов и законов. Спасибо вам. И вот от вас, уважаемые жители, вот мы всегда ждем поддержки, активности, и фракция КПСС в своей деятельности всегда опирается на нужды людей и на вашу инициативу и на ваши просьбы. То есть я, Алтухов Иван Павлович, всегда готов помочь и всегда готов работать вместе. Спасибо вам большое. Спасибо.